Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. На дорогах края сегодня десятки машин оказались в кювете. Сильный боковой ветер перевернул несколько автомобилей. Из-за метели на трассах практически нулевая видимость. Произошли ДТП в районе Тальменки, Новоалтайска, а также в Барнауле. Кстати, в краевой столице сегодня вообще зарегистрировано около 30 аварий. На дорогах города застревают машины. Судя по обстановке, пока коммунальщики не справляются со снегопадом. Затруднено движение на проспектах Ленина и Строителей и Павловском тракте. Возвращаемся к теме, которая сегодня одна из самых обсуждаемых в ленте новостей. Изъятые в администрации Бийска документы действительно связаны со спековскими новостройками. Напомним, чиновников мэрии Бийска утром задержали прямо во время городской планерки. Заседание остановили после процедуры награждения. В большой зал администрации вошли силовики, попросили оставаться всех на своих местах, а затем зачитали фамилии тех, кто должен выйти с ними. Среди них два заместителя главы города, начальник управления ЖКХ, начальник отдела по учету и распределению жилой площади, бывший глава города Николай Нонко. Информации о задержании действующего мэра Александра Студеникина не подтвердилось. Произведена выемка документации по строительству и вводу в эксплуатацию многоквартирных жилых домов по улице Спекова 8, Спекова 8-1 и Спекова 8-2. Соответственно, администрация продолжает работать, находится в рабочем режиме. Ну а сам глава города выехал в Барнаул на совещание с участием правительства Алтайского края и общероссийским народным фронтом по теме обращения с твердыми коммунальными отходами. Напомним, 7 лет назад мэрия Бийска приобрела для переселенцев из ветхого жилья 3 трехэтажки, наскоро взведенные местным застройщиком. Компания заверяла, дома по современной технологии держат тепло как термосы. Власть вложили в них более 120 миллионов федеральных рублей, но постройки не выдержали первой же зимы. Потекли крыши, промерзли стены и посыпалась облицовка. Ремонт результатов не дал и в 2016-м городским властям пришлось снова переселять людей, теперь уже из некачественных новостроек. Из 197-ми переехать в новые квартиры смогли далеко не все. По сообщению источника из следственного отдела, сейчас в Бийске ведется 19 обысков. И еще новости из Бийска. Масштабный пожар там практически уничтожил производственный цех пластмассовых и пластиковых изделий. Сотрудники делятся эмоциями в соцсетях. Что теперь с работы делаешь? А что, другую историю? А что делать? Вообще, как нет. У меня только кредит взял. В соцсетях пишут, что без работы осталось несколько десятков человек. Напомним, большой пожар произошел в Бийске в середине дня субботы. Огонь распространился в железобетонном цехе, где было много пластмассовых изделий, поэтому в первые же часы город окутал ядовитый дым. Площадь пожара составила около 600 квадратных метров. Огонь потушили спустя 4 часа. По словам спасателей, тушить мешала высокая загрузка производственного помещения. В итоге целый цех практически уничтожен. Погибших и пострадавших нет, сообщают сотрудники МЧС. Ну а далее мы возвращаемся к истории, которая буквально прославила на всю страну Алтайское село Санниково. Напомним, во время визита туда Дмитрия Медведева, одна из местных жительниц упала перед премьером на колени. Она просила горячую воду. Деньги на реконструкцию газовой котельной выделили, но Татьяна Кадукина считает это решение нерациональным и предлагает свои варианты. Валентина Аскерова знает какие. Жителям этой многоэтажки к вниманию видеокамер теперь не привыкать. Их соседка Татьяна Кадукина прославила весь дом на всю страну. На прошлой неделе она на коленях просила премьера Медведева дать горячую воду, которая исчезла из крана три года назад. 140 жилых квартир остались без горячей воды. В 17-м году суд обязал возобновить горячее водоснабжение, но местные власти его не выполнили. В результате воды нет, а в квартире холод, особенно в ванной комнате. Ставлю обогреватель, нагреваю до хотя бы 20 градусов, и тогда я моюсь. В таких условиях женщина заработала бронхиальную астму. Огромные суммы уходят на лекарства и коммуналку, ведь обогреватель и водонагреватель – удовольствие дорогое. К слову, в такой ситуации все жители многоэтажки. – Откуда у нас? Во всех квартирах нет. – Водонагреватель – это дело не для пенсионеров. – А сколько уходится по коммунальным плодежам в месяц? – Ну вот зимой, значит, декабрь, январь, февраль – почти 10 тысяч. Эффект Медведева изменил мнение Минстроя. Ситуацию уже решают, деньги нашли. Правда, Татьяна Кадукина посчитала чужие деньги и смело сочла решение о реконструкции газовой котельной расточительством. Она предлагает свой выход из ситуации. – Я бы лучше установила эти модули на эти три дома. Это мое мнение. И они больше, эффективнее и меньше затрат, чем вот эти. На эти дома бы эти ушли пусть 10 миллионов на три дома бы модули. А на газовую котельную они просят 25 миллионов. Теперь у жильцов новая головная боль. Люди боятся, что если котельную действительно отремонтируют, коммуналка станет дороже. Глава Первомайского района Александр Иванов пояснил, что решение по реконструкции еще не окончательное. Специалисты проведут экспертизу и выберут экономически выгодное решение. – Действительно, если вот эта котельная будет работать, есть риск, что жители будут платить, собственно, за отопление много. – Понимаете, есть предельно допустимая оплата граждан. Все, что будет для жителей выше предельного планки, то здесь на конкурс тогда будет закладываться в бюджет компенсации. Простая алтайская женщина встряхнула власть. Проблема, наконец, сдвинулась с мертвой точки. Позже она признается, что на колени перед вторым лицом страны ее поставил кто-то из федеральной свиты. Правда, это совсем не меняет дело. – Я даже не стесняюсь. Если бы вот так не подставили подножку, я бы упала бы на колени. И да, я бы просила бы. Я бы не только просила, а я умоляла бы. – Я бы заматерился лучше, чем на колени вставать. Поступок Татьяны Кадукиной вызвал резонанс в обществе. Одни его называют смелым, восхищаются, другие ругают, мол, не делай это в ноги падать. Ну что ж, имеют право. Но есть и те, кто не поступок оценивают, а личную жизнь женщины, считая ее деньги, обсуждая ее семью, не забывая о породистом коте. Нормально ли? Валентина Аскерова, Александр Андропов. День с толком. В Рубцовске закрывается туберкулезный диспансер. Такое сообщение появилось в выходные на городских порталах. Там писали, что медучреждение прекратит работу в конце ноября, а всех пациентов переведут в Егоревский район. Жители Рубцовска волнуются, что может случиться эпидемия, потому что больных туберкулезом негде будет размещать. Но в Краевом Минздраве эту информацию опровергли. Часть пациентов, которым нужен круглосуточный уход из диспансера, переведут в Лебяжинскую туберкулезную больницу. А в Рубцовском тубдиспансере оставят амбулаторию и дневной стационар для больных с закрытой формой туберкулеза. Штат врачей там сохранят, подчеркивают сотрудники министерства. Соседний район пациентов переведут в середине декабря. К другим темам. Каким будет парк изумрудный, решали в Барнауле. Причем решали сами жители. В рамках стратегической сессии, иначе говоря, мозгового штурма, несколько десятков барнаульцев, разбившись на гробы, вместе разрабатывали концепцию парка. Что из этого получилось, расскажет Илья Кочетков. Давайте мы сначала идеи все смодерируем. Я вам предлагаю писать на стикерах, лепить их на ваку. А потом мы уже будем выбирать. Можно сказать, дождались. Годами барнаульская общественность упрекала городскую и краевую власти в том, что вопросы городского пространства решаются без участия горожан. И вот, пожалуйста, стать участником стратегической сессии о судьбе изумрудного мог любой желающий. Одно из судьбоносных обсуждений шло в актовом зале 40-й гимназии, одной из старейших школ барнаула. На протяжении поколений парк был настоящей учебной лабораторией для школьников. Там все было высажено много интересных деревьев. То есть мы можем, не выезжая на гору, где соответствующий ботанический сад, а здесь рядом исследовать эти все вопросы. И, кстати, в прежние годы мы этим и занимались. То же самое это касается и физкультуры. Вернуть изумрудному или парку БМК прежнюю значимость и есть задача сессии. Шесть направлений, шесть аспектов жизни парка. История, экология, образование, спорт, культура и индустрия впечатлений. Эксперты в каждой области выстраивали свои подходы и соединяли в общую картину. Я сам стал участником экологической группы и могу сказать лично от себя. Зреет противоречие. С одной стороны, все признают, парк должен быть тихим зеленым местом. С другой, горожане жаждут концертов, спорта, лекториев, кинопоказов. И здесь очень важно найти баланс. А времени на разговор осталось немного. Сейчас наша главная задача все-таки разработать проект. Полноценный, качественный проект. Потому что только опираясь на этот проект, мы сможем, во-первых, высаживать деревья весной. Потому что этой весной уже нужно садить деревья. Причем деревья крупномеры, чтобы уже сразу был виден эффект. Ну и, соответственно, одновременно нам нужно загрузить парк мероприятий. Как пояснил Вакаев, сейчас решают, насколько будет задействован парк уже этой зимой. Возможно, где-то на его территории, как прежде, появится каток. Между тем, на следующей неделе на сессии АКЗС будут принимать краевой бюджет. И тогда станет ясно, какую именно сумму выделят на развитие парка в 2020 году. Илья Кочетков, Александр Антропов. День с толком. Четыре крупных сельхозпроизводителя Каменского района могут потерять часть своих земель из-за закрытия железнодорожного переезда. Железная дорога пересекает их угодья, а в перспективе проехать туда они просто не смогут. Речь идет о переезде на 597-м километре пути. Как сообщают сами аграрии, этот путь удобный для сельхозтехники. А если переезд закроют, то в общей сложности аграрии потеряют доступ к 16 тысячам гектаров. Происходит это потому, что по правилам железных дорог переезд становится нецелесообразным, если в радиусе 5 километров есть другой способ пересечь пути. Правда, сельхозпроизводители с этим не согласны. Они считают, что подъехать к другому переезду затруднительно, так как тракторы и комбайны – негабаритная техника для движения по городу. А еще один вариант находится слишком далеко и просто невыгоден. Будущее переезда сейчас обсуждают каменские власти совместно с представителями РЖД. Пока они направили письмо начальнику Западно-Сибирской железной дороги, где написали все аргументы за сохранение переезда. Авиарейс «Барнаул-Новосибирск» возобновят. Это направление вошло в список субсидируемых на 2020 год. Этот список содержит 262 маршрута, в том числе и с горно-алтайской Барнаула. Рейсы будут выполнять круглогодично. Во сколько обойдется перелет из краевой столицы в столицу Сибири, пока обсуждаются, но частично его профинансируют из бюджета Алтайского края и Новосибирской области. Известно, что летать он будет пять раз в неделю. В среднем планируют судно на 100 мест. В целом, в следующем году в регионе будет несколько субсидируемых рейсов. Кроме Новосибирска, из Барнаула можно будет дважды в неделю прилетать в Казань. С такой же периодичностью будут совершать рейсы в Красноярск, в Томск трижды в неделю. В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. Сегодня и завтра в регионе оттепель, порывистый ветер до 24 метров в секунду и обильные снегопады, на дорогах гололед и снежные заносы. А вот после метели к середине недели в край снова на несколько дней вернутся морозы до 30 градусов. Спасатель напоминает, что при сильном ветре следует переждать непогоду, а, находясь на улице, обходить плохо закрепленные конструкции и не укрываться под деревьями. При перепадах напряжения в домах рекомендуют обесточить электроприборы. На этом у меня все. Через несколько секунд еще немного о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok